Всех приветствую на канале Комфли. Знаете, домашняя тема, точнее тема бытовых приборов, никогда не потеряет своей актуальность. Ведь любому человеку нужно где-то стирать вещи, хранить продукты, убирать в помещении и заниматься еще многими другими делами. Кстати, насчет уборки. Думаю, большинство из вас делают это следующим образом. Сначала пылесосят или подметают пол, а затем уже берут швабру в руки и все моют. Да еще и по несколько раз. Так как за один подход всю пыль и грязь не убрать. И все со мной согласятся, что процесс этот трудоемкий и очень затратный по времени. Но что если я скажу, что все это можно облегчить в разы и несколько процессов заменить одним и очень простым? В общем, встречайте, наш сегодняшний подопечный, пылесос и поломоечная машина в одном лице. Kerher FC7 Cordless Premium. Уверена, многие уже знакомы с этой компанией, так как ее продукция считается одной из лучших в сфере уборки, очистки и мойки. Причем не только домашней, а еще и промышленной. Поэтому от данной модели можно ожидать просто отличных показателей. Да, забегая наперед, хочу сказать, что эта вещь не дешевая, но она абсолютно и полностью стоит своих денег. Но да ладно, давайте обо всем по порядку. Итак, для начала расшифрую сложное название. FC это дословно floor cleaner, то есть очистка пола. 7 это седьмое поколение. Cordless значит беспроводной. Premium расширенная комплектация. В общем, никаких тебе громких маркетинговых названий. Все по сути. Сразу виден немецкий подход. Да и по дизайну тут все очень просто и максимально удобно, а также функционально. Внешне данное устройство напоминает обычные вертикальные пылесосы. Сам по себе он довольно компактный и очень круто, что может самостоятельно держать вертикальное положение. А рукоять соединена с основанием посредством шарнира, что позволяет ей наклоняться вплоть до 90 градусов. Этот фактор в совокупности с достаточно невысоким основанием и наличием ярких светодиодов в передней части, таких себе фар, значительно упрощает уборку, например, под тем же диваном. А еще удобство в использовании добавляет тот факт, что аппарат оснащен аккумулятором. То есть никакого тебе тянущегося по полу кабеля, за который то и дело цепляешься и который все время мешает убирать. К тому же встроенной батареи хватает на 45 минут. Это как раз где-то одна полноценная уборка. А на полную зарядку уходит примерно 4 часа. Органы управления и все индикаторы расположены на рукояти. Тут есть степень зарядки батареи, два индикатора уровня воды, грязной и чистой, а также индикаторы режимов уборки. И еще три клавиши. Питание, выборы режимов и кнопка буста. В общем, все достаточно просто и понятно, даже без особого вникания в инструкцию. Также в комплекте с устройством идет специальная подставка, или как ее называют, парковочная станция. Она состоит из двух частей. Одна для хранения поломоечной машины, другая для ее самоочистки. Это, кстати, еще одна очень крутая функция, но о ней я расскажу чуть позже. Но самое интересное, принцип работы этого чудо-девайса. И знаете, есть такое выражение, все гениальное просто. Главная деталь во всем устройстве – это четыре валика. По два спереди и сзади, которые непрерывно смачиваются водой с моющим. Валики эти имеют электропривод и вращаются навстречу друг другу. Тем самым они одновременно собирают весь твердый мусор с пола, моют его, а при движении вперед-назад даже полируют. Вся грязная вода с валиков с помощью улавливателей собирается в специальном резервуаре, в то время, пока на них подается чистая вода. Также имеются специальные щетки, которые снимают с валиков все волосы и шерсть. Да, все действительно очень просто, но тем не менее эффективно. Примерно на 50% эффективнее по сравнению с обычной шваброй. К тому же, так как уборка изначально влажная, то пыль не будет подниматься с пола, летать в воздухе, а потом обратно оседать на уже убранную вами поверхность. Насчет режимов уборки. Хотя, правильнее сказать, режимов интенсивности. Их тут три. Два обычных и один турбо. Первый режим подойдет для уборки деревянных полов, то есть поверхностей, с которыми стоит обращаться более деликатно. Второй больше подходит для твердых плиток, где требуется более высокая скорость вращения валиков и большее количество воды. Ну а если, внимание, зажать и удерживать кнопку буста, то включается турбо-режим. Он нужен в случаях, когда следует убрать особо загрязненный участок с большим количеством мусора и пятен. Как же происходит процесс уборки? Тут все очень просто. Перед началом следует наполнить резервуар для чистой воды и добавить одно из нескольких чистящих средств от Керхер. Есть вариант для овощенных, либо лакированных деревянных полов, для каменных, а также универсальных. После того, как мы наполнили резервуар, вставляем его в крепление, включаем устройство и выбираем нужный режим. Когда емкость для грязной воды заполнится и загорится соответствующий индикатор, просто достаем ее из устройства, сливаем воду и вставляем обратно. После этого можно продолжить уборку при надобности наполнить резервуар для чистой воды. А после всего можно воспользоваться тем самым режимом самоочистки. Для этого понадобится станция, о которой я уже упоминала. Также емкость для чистой воды должна быть заполнена на 20 мл, а бак для грязной пуст. Чтобы запустить этот процесс, вставляем Керхер в станцию и одновременно зажимаем кнопку включения и смены режимов на 3 секунды. Процесс пошел. Ждем 2 минуты и можно снимать ролики, щетки, все чистить и сливать грязную воду. Кстати, сами ролики можно даже стирать в стиралке при температуре 60 градусов. И да, насчет комплекта. Как уже стало ясно из названия премиум, он тут богатый. В него входят две станции. Парковочная и для самоочистки. Зарядное устройство, 8 роликов, 4 универсальных и 4 для каменных поверхностей. Две баночки с чистящим средством. Опять-таки универсальным и для каменных полов. Что же по поводу цены, то официальная стоимость Керхер FC7 Cordless Premium в Украине составляет 16 тысяч гривен. Много или мало, решайте сами, но аппарат уж точно стоящий. Ведь позволяет заменить несколько долгих, трудоемких процессов одним, быстрым и абсолютно ненапряжным. На этом на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры и другие интересные видосы. А также не забывайте писать комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok